Добрый вечер, дорогие слушатели! Мы продолжаем цикл лекций, посвященный культуре и искусству 17 века в России. И начинаем цикл, небольшую группу лекций, которые будут посвящены живописи. Если на прошлых встречах речь шла об архитектуре крепостной, дворцовой, церковной архитектуре, то теперь мы с вами поговорим о тех великолепных фресковых иконах, которые украшали интерьеры этих постройок. И сегодня речь пойдет об ансамблях фресковых, то есть о живописи, которую можно было увидеть в храмах. А далее мы с вами на следующей лекции поговорим о живописи иконной и о том, как в ее лоне зарождается жанр портрета в русской живописи. Если мы с вами обратимся к текстам одного из, пожалуй, самых знаменитых художников 17 века, Симона Ушакова, а он был не только живописцем и организатором оружейной палаты, но и теоретиком искусства, если так можно сказать, ему принадлежит трактат под названием «Слово к любочателям иконного письма». И он там рассказывает, в первую очередь, конечно, о живописи, но также затрагивает и другие виды искусства. И вот он говорит о том, что существует столбное, лепительное, леятельное, ваятельное, резательное и шарописательное искусство. И, наверное, не сразу можно догадаться, что шарописательное – это как раз и есть живопись, от слова «краски», так их раньше называли. И вот именно это шарописательное искусство нас с вами и будет интересовать на протяжении следующих двух лекций. К живописи 17 века в историографии, посвященной русскому искусству, существовало очень такое двоякое отношение долгое время. Его сравнивали с веком 14-15, с живописью Андрея Рублева, мастера Дионисия. И по сравнению с той средневековой живописью казалось, что 17 век подарил нам образы не такие духовно наполненные, не такие глубокие. Казалось исследователям, что живопись как будто измельчала по сравнению с ранним средневековьем, что на смену глубине образа пришла дробность, повествовательность, любовь к узору, к красочности, которые постепенно как будто заслонили суть самого изображения и духовную глубину представленных на фресках образов. Но я думаю, что мы с вами сегодня, посмотрев на разные живописные ансамбли, и на столичную школу, и на те фрески, которые создавались в Поволжье, познакомившись с живописью начала 17 века и последней четверти этого столетия, убедимся, что все далеко не так однозначно, что эта живопись очень разнообразная, очень сложная. И кроме того, убедимся в том, что она ни в коем случае не стоит особняком от остальной живописной традиции, что она теснейшим образом связана с теми идеями, композициями, иконографиями, которые существовали в средние века, и в том числе как раз в прославленный период творчества и Андрея Рублева, и мастера Дионисия. Начнем мы с вами наш разговор с периода правления царя Бориса Годунова, который был первым царем, избранным Земским собором, и править начал еще, фактически начал править при своем предшественнике, сыне Ивана Грозного, царе Федориановича. То есть практически управлял страной еще с конца 80-х годов XVI века, ну а вот в 1598 году стал действительным государем, был избран, был венчан, и в период его правления, который длился даже меньше 10 лет на самом деле, с 90-х годов XVI века до X-х годов XVII века, было создано такое количество пресковых ансамблей, что они, в общем-то, немногим уступают количеству росписей, которые создавались за практически полустолетнее правление Ивана Грозного. То есть вот если мы с вами сравним 10 лет царствования Бориса Годунова и долгий-долгий срок царствования Ивана Грозного, то получится, что на самом деле фресок и храмов было создано практически одинаковое количество. При Борисе Годунове обновляются ансамбли росписей в Московском Кремле, в Золотой, в Грановитой палате, в Патриарших палатах. И стенописи появляются в соборах старинных монастырей, например, в Новодевичьем монастыре, в Ипатевском монастыре, в Костроме. Расписываются и храмы, которые заказывает не сам государь, а именитые люди, состоятельные предприниматели, знать русское, например, граф Строгановы. И вот по их научению создается ансамбль Благовещенского собора в Сольвыче-Годске. Первая постройка, которая нас с вами интересует, и первый ансамбль росписей находится в Смоленском соборе Двадевичьего монастыря. И мы с вами начнем разговор именно с этого ансамбля, потому что эта постройка теснейшим образом связана с историей вошедствия царя Бориса Годунова на российский престол. Новодевичий монастырь был основан князем Василием Третьим в 1524 году в ознаменовании успешного похода на город Смоленск в 1514 году, присоединения его к московскому княжеству. Монастырь получил название Новодевичьего, потому что он был девичий монастырь, то есть это был монастырь, населенный инокинями, женская обитель, ну а Новодевичий по сравнению с старинными женскими монастырями московскими, Вознесенским, который располагался в Московском Кремле, и Зачатевским монастырем. Получилось так, что слава Вознесенского монастыря в Московском Кремле она была связана прежде всего с захоронениями княгини-цариц, с церемониями, которые проходили в жизни княгини, затем цариц, в тот момент, когда они обитали в резиденции кремлевской. А Новодевичий монастырь стал пристанищем опальных государынь, и началось это с жены Василия Третьего, его первой супруги, Соломонии Собуровой, которая после долгих лет брака так и не смогла подарить князю наследника, ребенка, и за это практически сразу после того, как монастырь был возведен, она была туда пострижена. И с этого момента появилась длинная-длинная череда таких княжеских царицыных пострижений в Новодевичьем монастыре, с которых, пожалуй, самым знаменитым будет пострижение туда Софии, сестры будущего императора Петра I. И примерно такая же участь ждала обдавевшую супругу царя Федора Иоанновича Ирину Федоровну Годунову, которая после смерти своего мужа в 1598 году приняла постриг в Новодевичьем монастыре. И так как на тот момент она являлась единственной фактически законной претенденткой на престол, ее пострижение в монахини было равносильно такому своеобразному акту отречения от претензий на престол и отречения от престола. Сюда же, в Новодевичий монастырь, к своей сестре Ирине Годуновой приезжает и Борис. Здесь в первые дни и даже месяцы после смерти царя Федора Иоанновича будет находиться такой филиал царской резиденции, потому что документы кто-то, разумеется, должен подписывать. Царя нету, наследника престола, которого прямо сразу можно было бы венчать и передать ему дела, тоже нет. Поэтому бояре приезжали сюда, в Новодевичий монастырь, для того, чтобы получить какие-то дозволения, подписи у обдавевшей царицы Ирины. Здесь же находился и ее брат Борис Годунов. Сюда же, после того, как Земский собор принял решение об избрании Бориса Годунова на царство, пришли и звать Бориса Годунова на престол. По старинной традиции он, конечно, сразу не согласился на такое приглашение. Трижды повторяли свое предложение будущему царю Борису. И, наконец, после того, как это предложение было принято, именно отсюда он отправился на церемонию венчания. Сюда же затем вернулся после того, как торжества в Московском Кремле прошли, для того, чтобы провести вместе с сестрой здесь, в Новодевичьем монастыре, период Великого Поста и Пасху. Так что неудивительно, что в период правления Бориса Годунова обитель Новодевичья очень активно пополняется и прекрасными вкладами, и новыми постройками. Здесь будет возведен дополнительный комплекс келейных корпусов. И здесь, в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря, создается комплекс росписей, которые мы сейчас с вами видим. Перед вами общий вид интерьера Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Если вы присмотритесь, то увидите, что пространство Науса, основное пространство храмовое, отделено от алтарного высоким коностасом, разделено массивными четырехгранными столбами. И в нижнем ярусе фресковом располагаются вот такие полотенца, обычно заполнявшие такую служебную часть нижней ярус росписи. Далее мы с вами видим надпись кириллическую, и потом несколько уровней фризами располагающихся фресок. Вот именно в этой надписи располагается упоминание о дате строительства собора и поновлении росписи. Здесь указан 1598 год. И это дата, о которой исследователи очень долго спорили, потому что сказано в надписи, что в эту дату бысть совершена сия церковь. И возникает вопрос, что значит совершися бысть? Значит, что она была построена, значит, что она была обновлена, какие-то архитектурные работы здесь были проведены строительные, или были обновлены росписи. И вот, скорее всего, она все-таки касается именно ансамбля фресок, и таким образом мы с вами можем датировать те росписи, которые нам сейчас предстоит увидеть, самым концом XVI века и, соответственно, первыми годами самостоятельного правления царя Бориса Годунова. В выборе сюжетов, в их расположении, в их иконографии здесь сказались те характерные черты, которые были установлены в русской живописи в середине XVI века в столичном Кремлевском соборе, в соборе Архангельском. И во многом именно этот комплекс послужил опорой для иконографии фресок Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Подняв голову к сводам храма, мы с вами увидим главный купол, в котором располагается композиция Отечества. И что это значит? Это значит, что в центре помещена фигура бога Отца, Симаофа. У него на лоне помещено изображение бога Сына, и в облике голубя представлен Святой Дух. Эта композиция здесь повторяет композицию купола Архангельского собора. Мы с вами здесь видим эту роспись, и примерно в таком же месте в Архангельском соборе композиция Отечества тоже располагается. Это не самая, скажем, привычная еще для русского средневековья композиция в скуфье купола. Если бы мы с вами оказались в ранних средневековых храмах русских, московских или владимирских, то увидели бы там, скорее всего, с вами изображение спаса-вседержителя. Эта традиция была позаимствована русскими художниками еще из Византии. Расположение же Отечества, которое иллюстрирует догмат о триединстве бога, становится характерным именно для росписей с XVI века в русском контексте. Потому что в 1554 году в Москве проходит собор, на котором как раз догмат о троице очень активно обсуждается. И в этот период в русском церковном контексте появляется некоторое количество ересей, которые отрицают триединство бога, ведут споры о сути бога отца и бога сына, ведут обсуждения, можно ли изображать бога отца, если образ его не был никогда людям явлен. И в итоге устанавливается вот такая композиция, которая нам должна с вами представить догмат о троице, в которой присутствует и изображение бога отца, и бога сына, и святого духа. Если мы с вами окажемся перед иконостасом, то увидим, что в пространстве центральной апсиды изображена Богородица, которая осеняет своим присутствием весь этот комплекс. И не случайно у нас здесь представлены на образу Смоленской Божьей Матери этот храм посвящен, и как и целая череда важнейших русских соборов отдан таким образом под покровительство Богородицы. Здесь же можно увидеть и сюжеты, связанные с Богоматерью, и образ покрова Богородицы, который был также важнейшим символом защиты богородичных русских храмов. Ну и обратившись к росписям на стенах, мы с вами здесь можем насчитать два яруса, которые посвящены сюжетам, связанным с Акафистом Богородицы. И что это такое? Это гимн, который прославляет Богоматерь целой серии ее ипостасей, воспевает ее и как защитницу, и как путеводную свечу. Вот мы ее здесь с вами с такой символично представленной свечой в руках видим. И также восхваляет целую серию ее образов. Мы с вами до этого видели на фресках изображения икон богородичных знаменитых. И в этой иллюстрации к Акафисту, это гимн, который был сочинен еще в Византии в VI веке, и затем получил распространение и в византийской монументальной живописи, и в русской. Мы с вами можем увидеть изображение вот такой сцены. Это, как можно догадаться из отдельных элементов ее, какая-то батальная сцена, которая нам здесь представлена, и перед нами не что иное, как сцена осады города Константинополя. Описание этого эпизода исторического входило в состав Акафиста, но, кроме того, известно было еще в целой серии разных литературных источников и исторических, и таких художественных повестей, в которых рассказывалось о разных исторических эпизодах от VII до IX века, связанных с попытками завоевания Константинополя, среди которых были и попытки завоевания Константинополя арабами, и в том числе славянами в IX веке под предводительством Аскольда и Дира. И для русского контекста именно вот этот последний сюжет, связанный с IX веком и с деятельностью далеких-далеких прадцев, тех, кто заказывал эти фрески, тех, кто на них смотрел, была особенно важна, потому что она напоминала о том, что когда-то славяне были язычниками и были далеки от тех тесных духовных, торговых, политических связей, которые соединяли Византию и Русь на протяжении долгого времени, пытались город Константинополь захватить, а впоследствии именно от этого же Константинополя, от этой же Византии приняли христианство. Вот такая идея обращения к христианской вере была очень важна, когда помещали в комплексе Акафиста такие изображения. Давайте приглядимся с вами к этой фреске. Здесь перед нами представлена сцена осады города. Город окружен довольно мощными крепостными стенами. В самом центре этого комплекса мы с вами можем увидеть изображение Влахенской церкви с тремя куполами, перед которой представлена многолюдная процессия. И в составе этой процессии можно разглядеть изображение иконы Божией Матери. Вот мы ее здесь с вами видим. Икона Адигитри, Богоматери-путеводительницы. И также еще две святыни, изображение спасения рукотворного и изображение священного креста. Эта процессия должна защитить молитвами и таким чудесным шествием с иконами город от приближающегося к нему вражеского войска. И на самом первом плане, перед стенами города, мы с вами можем увидеть изображение патриарха, который опускает в залив Золотой Рог ризу Богоматери, то есть священное одеяние Богородицы, величайшую реликвию, которая хранилась во Влахенском храме в Константинополе. И рядом, мы с вами тут же можем увидеть, нам показаны тонущие, терпящие бедствия корабли неприятеля. И нам сразу становится понятно, что между этими двумя действиями есть какая-то прямая связь. Что действительно вот эта риза, которую окунули в воды, окружающие Константинополь, защитила город от нападения. И, как ни странно, эта фреска, помимо вот такого общего христианского контекста и интерпретации в связи с историей принятия христианства на Руси, также сочетается и с событиями вошедствия на престол царя Бориса Годунова. Дело в том, что, разумеется, царь Борис, который не был связан с династией Романовых и не получил престол по наследству, был довольно спорной кандидатурой на русский трон и должен был зайти на престол и, собственно, как раз избирался в момент довольно активной боярской оппозиции. Ему надо было как-то переломить общее мнение в свою пользу. И, отказываясь от престола первый раз, он напоминает о том, что не гоже праздновать церемонию венчания, не гоже предаваться радости в тот момент, когда русским землям грозит военная опасность. И напоминает он боярам о том, что татарский хан Казыгирей направляет свои войска к границам буквально московского княжества, собирает войско царь Борис и идет в город Серпухов, где предполагает на берегу реки Аки держать оборону от крымского воинства. И стоит там он довольно длительное время, сражение так и не состоится, а к царю Борису будут присланы послы, которые предложат ему заключить перемирие без вступления в военные действия. И сегодня историки предполагают, что, возможно, вот этот серпуховской поход Бориса Годунова был скорее политическим жестом, нежели какой-то реальной военной необходимостью, и был обусловлен вот таким желанием политического, дипломатического маневра со стороны Бориса Годунова показать, что его правление начинается с вот такого праведного, очень важного события, что он действительно достоин престола и что он является защитником и Москвы, и, соответственно, всего государства. И изображение здесь вот этого сюжета с защитой Константинополя вполне может быть проассоциировано с защитой царем Борисом российского государства, и если фреска была действительно создана как раз в этот же примерный момент, то вполне возможно, если не прямое какое-то распоряжение об ее создании, то, по крайней мере, вот именно в таком ракурсе современники могли прочитать эту композицию на стенах собора Новодевичьего монастыря. Таким образом, мы с вами познакомились с ансамблем, наверное, первой череды пресковых росписей в нашей сегодняшней лекции, и увидели, что этот комплекс связан и с традицией предыдущей, то есть опирается на образцы росписи кремлевских соборов и с неким актуальным историческим контекстом, в котором довольно традиционные композиции и иконографии могут быть особым образом восприняты истолкованы. Следующий комплекс, к которому мы с вами обращаемся, это церковь Троица в Веземах, которая расписывается в конце XVI века, предположительно, прески здесь создаются до 1600 года. Храм, который вы сейчас видите, вырос напротив царского деревянного дворца в богатом старинном селе, которое принадлежало семье Годуновых, было таким очень важным перекрестком торговых дорог, здесь располагалось свое собственное торжеще, в общем, это было довольно процветающее село, сегодня это небольшая станция Везема в Подмосковье. Храм, который вы видите, посвящен Троице, очень важному для самого царя Бориса образу, и это мы знаем благодаря многочисленным вкладам, которые делает царь Борис в храмы с таким посвящением. Знаем по особому почитанию, пожалуй, самого знаменитого образа Троица, написанного Андреем Рублевым. И в Троице сергиеву лавру, которая, собственно, являлась старинным местом хранения этой иконы, царь Борис Годунов делает богатый вклад и в виде оклада для иконы. Создаются также в этот период и вот такие створки с изображением чудес, связанных с явлением Троицы. Створки эти датируются концом XVI века и находятся сегодня в Тергиево-Пасадском музее. Перед нами возникает целая череда сюжетов, которые связаны с почитанием образа Троица на этих створках, на клеймах, которые располагались вокруг образа Троица. Вот, например, как на этой великолепной пелени, которая нам с вами представляет работу придворной мастерской художественной конца XVI века. Это вкладный при Ивановиче Годунова в Костромской и Патевский монастырь. И если мы с вами приглядимся и к пелени, к этому произведению художественного шитья, и к иконе Троицы с деяниями или Троицы в бытии, как она еще называется, середина XVI века из Русского музея, то увидим, как художники этого времени связывают образ Триединства Бога с сюжетами от сотворения мира до эпизодов евангельских. Вот мы с вами сейчас обращаемся к иконе Троицы ветхозаветных бытий XVI века и начинаем рассматривать те сюжеты, которые окружают средник иконы. И перед нами в левом верхнем углу возникают сцены творения. Да, Господь создает землю, отделяет свет от тьмы и, наконец, мы с вами видим, создает Адама и Еву. Далее перед нами возникает сцена изгнания Адама и Евы из рая и первые события, связанные с жизнью Адама, Евы, детей Каина и Авеля на земле. Далее спускаемся с вами вниз и видим здесь сюжет, связанный с гибелью городов Содома и Гамора. Здесь перед нами гибель Содома и жена Лота, которая обращается в соляной столб. Смотрим с вами сейчас в нижний левый угол и перед нами предстает серия сюжетов, связанная с пророком Моисеем. Перед нами евреи, которые пересекают Красное море и дальше тянется целая череда событий, связанных с получением скрижа Лизавета Моисеем, с историей золотого тельца и поклонения ему иудейского народа. И далее вплоть до последнего клейма, в котором мы с вами видим, как отрицается принесение жертвы с золотому тельцу и восхваляется Моисеем Господь. Точно такие же сюжеты, пожалуй, самые исконные для всей библейской истории. Сюжеты с сотворением ангельских чинов, неба, воды, низвержения сатаны с небес. Мы с вами можем увидеть и на шитой пелене. Далее мы с вами здесь можем увидеть сотворение Адама и Евы. Снова перед нами композиция их изгнания из рая. Ну и сюжет, связанный со спасением Ноя и его семьи в Ковчеге. Обращение к вот этим подробнейшим сюжетам в иконах, в опресках будет очень популярно во второй половине XVI и XVII веке и будет показывать, как сюжет Троицы включается в всю историю крестьянского мира. И именно вот в таком космологическом, мирозданческом смысле Троицы и будет восприниматься в росписях соборов и в том числе Троицкого собора в Веземах. Мы с вами находимся внутри храма. И перед нами предстают росписи, которые располагаются в главном куполе и в подпружных арках. Здесь те же самые сюжеты творений мира и их связь с Троицей нам представлены. Святые, которые соименны царскому дому и семейству Годуновых располагаются на стопорных столпах и на стенах. Ну и вот перед нами сюжет явления Троицы Аврааму на росписи южной стен Троицкого собора. Сюжеты, которые относятся к творению мира, возникают не только в фресковых сценах, не только в иконах, но еще и в рукописях. И здесь перед вами фрагменты миниатюр из лицевого летописного свода, который во многом, видимо, и послужил основой для создания фресковых композиций в Веземском храме, который мы с вами только что видели. Сам лицевой летописный свод – это многотомное сочинение, которое включает в себя 16 тысяч маниатюр и знакомит нас со всей русской историей вплоть до времен правления царя Ивана Грозного. Большая часть композиции там полихромная, только последние тома выполнены в монохромной технике перу, они графичны. И здесь мы с вами открываем лицевой летописный свод на первых его страницах. И видим, что они посвящены ни в коем случае не истории Рюриковичей, они нам показывают именно сцену сотворения мира. И благодаря этому русская история возводится к истории библейской. И те события, которые будут позже рассказаны, и история Московского княжеского дома, и затем история династии Рюриковичей и, собственно, правителей, по заказу которых это великолепное издание создавалась, будут включены в серию ветхозаветных героев, царей, пророков. И русская история станет частью вот такой общей истории библейской. Вот мы с вами видим те миниатюры, которые посвящены творению Адама и Евы, которым таким образом тоже возводится род московских князей и российских государей. И далее видим с вами фрагменты, которые связаны с истории Каина и Авеля. Эти сюжеты нам с вами будут важны, потому что впоследствии они также будут играть важную роль в фресках, созданных в период правления Бориса Кудунова. Мы с вами теперь переносимся из Москвы и ее окрестностей в город Соль-Вычегодск или город Соли-Вычегодской, который принадлежал Дому Строгановых, предпринимателей, у которых здесь было свое соляное производство, и которые, собственно, эти территории заселяли, были заинтересованы в том, чтобы те люди, которые на них работали, имели возможность достойно посещать и храмы. И поэтому в круге Строгановых формируется своя собственная и иконописная мастерская, и собственная живописная традиция, которая отвечает вкусом этих состоятельных заказчиков. Перед вами Благовещенский собор Соль-Вычегодска, который освещается в 1584 году, однако расписывается далеко не сразу. Комплекс фресок здесь создается только к 1600 году, что, в общем, не было большой редкостью для XVI века. Зачастую храмы в силу каких-то исторических событий, затруднений, возможно, каких-то военных компаний или других катаклизмов исторических не удавалось сразу расписать, и комплексы живописные создавались чуть позже, чем возводились сами стены, сама архитектурная оболочка. Строганова заказывают росписи этого собора после того, как уже создан комплекс росписи и Новодевичьего монастыря и церкви Троицы в Хорошове, когда в московском Кремле существует и прекрасно процветают Архангельский собор и Успенский, в котором находятся знаменитые и тиражируемые художниками повторяемые и воспроизводимые комплексы фресок, заказанные великими князьями царями. И вот как раз на эти столичные памятники, на росписи, созданные по царскому заказу, Строгановы будут ориентироваться, заказывая росписи Благовещенского собора в Солево-Чегоцке. Здесь мы с вами видим два медальона, которые содержат в себе хромоздатную надпись, так называемую летопись, где нам рассказывают о том, что храм был расписан в сезон 7108 год от сотворения мира, то есть в 1600 год, по заказу Никиты Григорьевича Строганова. И согласно этой летописи работали над этими фресками столичные мастера Фёдор Савин и Стефан Артельев. Если мы с вами приглядимся к тем композициям, которые здесь помещены, то увидим с вами те же соотношения богородичных сюжетов и евангельских, которые до этого видели в Новодевичьем монастыре. Здесь также на сводах помещены сцены, связанные с историей творения и бытия, как в Троицком соборе в Везёмах. И к этому сюжету прикреплены логические фрески, которые рассказывают нам и историю Адама и Евы, плачевную после их изгнания из рая, и сюжеты, связанные с Каином и Авелем. Вот мы с вами сейчас смотрим, сначала видим западную стену Благовещенского собора в Сольво-Чегоцке, и далее сюжеты, связанные с Каином и Авелем, расположены на подпруженных арках. Вот они здесь перед нами. И это сцена убиения Авеля Каином и поиски своего сына Адамом и Евы, и затем их оплакивание, смерть сына, которую мы с вами видим здесь в последней нижней композиции. Состав сцен таким образом ориентируется на храм, созданный по заказу царскому, по заказу Бориса Годунова. Если мы с вами поднимем голову к сводам, то увидим там сюжеты, также связанные и с Богородицей, сюжет Благовещения. Вот он здесь располагается в центральном люнете, и перед нами предстает сцена, ключевая уже для Нового Завета. Если сотворение мира – это то, с чего начинается Завет Ветхий, и создание Адама и Евы – это создание первых людей на Земле, то Благовещение – это как раз залог рождения Иисуса Христа, которого проповедники еще с ранних лет христианства называли Новым Адамом. И вот соотнесение этих сюжетов, сюжета Ветхого Завета, Бутиного и сюжетов Нового Завета, и составляют вот такое основное богословское напряжение всей росписи Благовещенского собора с Ольвачегодским. Далее смотрим с вами еще на росписи столпов, на которых также представлены святые, и которые должны были так образно поддерживать мощь всего храма и его сводов. И перед нами предстают сюжеты, связанные с богородичным циклом и Рождества Богородицы, и ее приведения во храм, и сюжеты, которые связаны с иконами Богородицы. Здесь, в Благовещенском соборе, нам представлена преска, которая рассказывает о чуде Лидской римской иконы Богоматери. Это сюжет новый для русской живописи и популярный как раз на рубеже XVI-XVII веков, до того его практически невозможно встретить в росписях и в иконных сюжетах. И он помещен в одном из регистров Северной стены. Что это за история, что это за чудо, которое в этой фреске описывается? Как рассказывает нам целая серия апокрифических Евангелий, евангелист Лука создал два образа Богородицы, один из которых затем был отправлен в Византию. И там находился в очень сложный для церкви период, период иконоборчества, когда в Византийской империи шли яростные споры о том, стоит ли помещать образы святых на стенах храма, вообще достойно ли это изображать в соборах. Или, например, достаточно просто помещать изображение креста, которого вполне хватит для моления и для обращения мыслеверующих в нужную стезю в храме. И на некоторый очень недолгий период иконоборческая партия одерживает в Византии верх, и в храмах действительно появляются вот такие скупые изображения крестов, уничтожаются частично старинные росписи. И как нам рассказывает легенда Лицкой и Римской иконы, в этот момент драгоценный образ Богоматери, который был написан евангелистом Лукой, был опущен в воды морские и чудесным образом по этим водам он доплыл до Рима, куда прибыл, можно так сказать, на сохранение, для того чтобы он не пострадал от вот этой иконоборческой ереси. А впоследствии, когда период иконоборческий в Византии окончился, как нам рассказывает эта легенда, образ снова возвратился в Константинополь и был поставлен в халкопратийском храме. Эта история рассказывает, во-первых, о торжестве изобразительной культуры в христианском мире, которая действительно закрепляется в Византии, затем которая передается в Киевскую Русь. Она также была очень важна в период XVI века, потому что связывалась с легендой об еще одной иконе, на этот раз почитавшейся на Руси. Это Тихвинская икона или образ Тихвинской Божьей Матери, который по преданию также чудесным образом был перемещен из Константинополя в город Тихвин, где он по преданию возник и затем был перемещен в Москву и расположился храм в эпоху Ивана Грозного в столице. И, таким образом, история о более древней иконе, иконе, написанной апостолом Лукой, переносилась на образы, которые были современны людям XVI-XVII века, и именно поэтому история Лицской Римской иконы Богоматери занимала важное место и в Сольвачеводском храме, и впоследствии еще в целой череде ансамблей. Храм, который мы с вами видим, расписан в курсах Строгановской школы, которая тяготела к подробности сюжетов, к выписанности очень подробных графических элементов, и к такой подробной насыщенности пресса разнообразными дополнительными деталями. Это и очень подробно прописанные обильные архитектурные фоны, и до мельчайших деталей выписанные элементы облачения святых. Еще один сюжет, который появляется на стенах Благовещенского собора в Сольвачеводске, это сюжет, связанный с сорока севастийскими мучениками, которые по преданию за исповедание христианской веры были загнаны в замороженное озеро ледяное, и там, разумеется, погибли воины христианской веры. Мы с вами сейчас видим эту фресковую сцену, и, я думаю, вам сразу бросается в глаза обилие белого колорита. Эти одеяния, которые являются одновременно и символом чистоты, и напоминанием о христианской вечности, сразу обращают наше внимание на этот ансамбль. И здесь эта композиция должна напоминать была прихожанам, которые стояли в этом храме, о таком духовном единстве христиан и о тех жертвах, которые их далекие предшественники, ранние христиане, принесли во имя веры, об их смелости и самоотверженности. Эпоха царя Бориса Годунова закладывает целую серию идей, особых иконографических изводов, которые затем получат распространение первой половине 17 века, когда на российский престол зайдет царь Михаил Федорович Романов. Точно так же, как и его предшественник, Михаил Федорович был избран на престол земным собором. Мы с вами здесь видим миниатюры из книги об избрании Михаила Федоровича на российский престол. Затем царя будущего отправились звать на трон в Ипатийский монастырь в Кострому, где к этому моменту находилась его мать, где, собственно, он пребывал сам. И вот эту многолюдную делегацию перед государем мы с вами здесь можем увидеть, и стены Ипатийского монастыря здесь тоже нам с вами очень хорошо заметны. Затем, после того, как инокине Марфа, мать Михаила Федоровича, дала свое благословение будущему государю, он торжественно отправился в путь по сопровождению всей делегации из Костромы в Москву. Однако из-за весенней распутицы и дурного качества дорог всей этой делегации пришлось по дороге остановиться в Спаспреображенском монастыре в Ярославле, и там распутицу переждать, ну а уже затем продолжить свой путь в Москву. И вот вследствие этой особой коллизии исторической, во время в которой вошествие царя Михаила Федоровича на престол было связано именно с приволжскими городами, связано с Ярославлем, Костромой, эти города сыграли важную роль и в освобождении Руси от смуты, и в собрании ополчения, поэтому в эти города и в старинные монастыри в них первые цари из династии Романовых будут делать богатейшие вклады, и в XVII веке в Приволжье будет развиваться совершенно особая своя школа живописи. В Костроме, в Ярославле будут работать ведущие иконописцы, которые будут создавать росписи и иконы для храмов от Великого Устюга до Москвы. И это будет одна соответственно стезя, это будут мастера городов, расположенных вокруг Ярославля и Ростова, а другая ветвь развития русской живописи будет связана со столицей. В Москве в первой половине XVII века активно процветает своя иконописная мастерская, которая носила название иконной палаты и с 1640-х годов была преобразована в иконный приказ, а затем включена в состав палаты оружейной. Именно здесь в кругу мастеров иконной палаты, оружейной палаты складывается столичный стиль живописи, и вы сейчас видите иконы тех художников, которые работали в вооруженной палате в первой половине XVII века. И среди них мастер Прокопий Черин, который представлял такое старшее поколение живописцев, и художник Назарий Савин. Назарий Савин был потомственным иконописцем, что было весьма нередко для XVII века. Он был сыном знаменитого Годуновского художника и автора целой серии икон из Тома Савина, и руководил почти всеми значительными работами живописными, проходившими в Москве с 1620-го года. Ему принадлежала роспись постельной палаты, одной из частей старинного княжеского комплекса и затем царской резиденции в Московском Кремле, и иконы для иконостасов ведущих кремлевских соборов, например, для иконостаса церкви-рисположения, митрополитчего храма напротив Успенского собора. Оружейная палата будет тем местом, где художники будут разрабатывать и новые идеи живописные. Руководить во второй половине XVII века оружейной палатой будет Симон Ушаков, которого я вспоминала в начале лекции, и которому неслучайно будет принадлежать авторство трактатов о живописи. Он будет серьезно заниматься проблемой того, как стоит писать личное, как надо изображать элементы доличного, архитектурные фоны, элементы одеяния в иконе. И здесь же будет задана новая ветвь столичной живописи XVII века. К сожалению, от 1620-х годов, то есть от первых этапов развития живописи во времена Михаила Федоровича, до нас практически никаких монументальных ансамблей не дошло. Единственные разрозненные фрагменты, которые сегодня можно увидеть, это фрески чудового монастыря, которые частично удалось спасти, потому что монастырь был в советское время разрушен на территории Кремля, и главный его храм чудо-архангела Михаила Фонах тоже. Но часть фресок оттуда была снята, и они сегодня хранятся в историческом музее, в Третьяковской галерее и в музее Андрея Рублева. Вот здесь вы видите две фрески. На одной из них перед нами предстает апостол Петр, и его изображение в такой традиционной иконографии очень легко узнать. Живопись эта тяготеет к школе еще начала 16-го века и опирается на такие традиции московской иконописи, которые были установлены в кремлевских соборах на рубеже конца 15-го, начала 16-го века. Ансамбль, который сохранился до нашего времени гораздо лучше и тоже относится к первой половине 17-го века, это росписи Троицкого собора Троиц Сергиевой Лавры. Комплекс этого храма тешнейшим образом связан с именем Андрея Рублева. В 20-х годах 15-го века артель живописцев во главе с Андреем Рублевым и Даниилом Черным выполнила росписи для этого Троицкого собора и иконы для его иконостаса. Однако к 17-му веку эти росписи обветшали и требовали замены, поэтому в 1635 году сюда были приглашены мастера, которые должны были возобновить ансамбль фресок с сохранением старинной иконографии и тех композиций той конфигурации фресок, которая была задумана еще Андреем Рублевым. И мы здесь с вами можем увидеть и целую серию сюжетов, связанных с Троицей, как это было в храме Троица в Веземах, например, уже. И если приглядимся к росписям на стенах и на столпах, можем увидеть многочисленные изображения святых, которые соименны правителем из нового дома царствовавшего, дома Романовых, например, Михаила Малилина, который был святым покровителем царя Михаила Федоровича. И если обратимся с вами к стилю этой живописи, то я думаю, согласитесь вы со мной, что она довольно мягкая, здесь нет никакого яркого, броского колорита. И фигуры, которые нам представлены, они довольно эротично перед нами предстоят, отделенные одна от другой, показанные анфас в основном так, что мы с вами очень легко росписи и комплекс этот можем прочитать. Нам с вами не нужно вглядываться в отдельные композиции, не нужно принимать усилия для того, чтобы отделить один сюжет от другого. Вот такая довольно скупая по своей орнаментации, скорее монументальная по своему характеру, по характеру фигур живопись, была свойственна стилю первой половины XVII века. Центральным памятником этого времени является, безусловно, гораздо более масштабный комплекс, созданный в Успенском соборе Московского Кремля, где по распоряжению царя Михаила Федоровича Романова артель из более чем сотни мастеров начинает поновление ансамбля росписей в 1642 году. Руководит работами мастер Иван Паисеин, который занимался до этого созданием фресок в дворцовых зданиях Московского Кремля. Ему помогает иконописец ростовского происхождения Сидор Поспеев. И далее среди тех художников, которые работали над созданием этих фресок, можно было встретить и мастеров из Рязани, и из Нижнего Новгорода, и из Ярославля. Это тоже такая характерная черта первой половины XVII века. Такие сборные артели, которые съезжаются из самых разных городов и совместно создают комплекс росписей. Работают над ним, как правило, довольно длительное время, и за этот период успевают как-то очень органично создать комплекс, привыкнув друг к другу и выработав, несмотря на некоторые легкие различия, все-таки какую-то одну единую манеру. И когда мы с вами смотрим на росписи этих соборов первой половины XVII века, нам с вами ни в коем случае не бросается в глаза разница почерка индивидуального, каждого мастера или определенных локальных школ. Нет, все это сливается действительно в очень органичный, целостный ансамбль росписей. В Успенском соборе по распоряжению царя сначала надо было снять старинные фрески, которые относились здесь частично к концу XV, частично к началу XVI века. Надо было сделать прориси, то есть зарисовать расположение композиции и иконографию сцен и сюжетов, а затем в точности повторить то, что на стенах располагалось раньше, но бы заново создав фрески. Мы с вами сейчас входим в храм со стороны западной паперти, смотрим на иконостас, на круглые столки, которые поддерживают свод этого храма. И поднимаем с вами глаза к куполам. В скуфье центрального купола перед нами предстает образ Спаса Вседержителя. И перед нами довольно такой традиционный выбор для главного купола. Господь, который благословляющей десницей осеняет все пространство храма, который во второй руке держит закрытое Евангелие и является таким центральным образом звеном, связующим все композиции росписи в храме. Далее смотрим с вами и в еще одном куполе видим с вами образ бога Саваоха или Ветхого Дени. Образ бога Отца здесь перед нами предстает, который позже будет повторяться в росписях, скажем так, менее масштабных храмов или храмов провинциальных, которые будут эту такую особенность Успенского собора повторять. Далее обходим с вами храм и видим в еще одном куполе креста Иммануила, облик юного спасителя. В куполе четвертом перед нами предстает образ Спаса Нерукотворного или Спаса на Убрусе. И еще одна композиция должна быть в Успенском соборе, храме, связанном с богородичным сюжетом, конечно же, связанном с Богоматерью. И перед нами образ Богоматери Знамения, который является напоминанием о текстах пророков, которые предвещали рождение Спасителя еще задолго до его появления на свет. И вот с таким образом Христа на груди Богоматерь представлена в этой иконографии, в иконографии Знамения. На западной стене в Успенском соборе Московского Кремля изображена сцена Страшного суда, которая дана здесь как огромная панорама. Она занимает всю стену западную. С вами сейчас смотрим на нее со стороны иконостаса. И в сердце этой гигантской композиции изображен Христос, выседающий на радуге в сиянии. Вокруг него предстоящий как в Деисусе Богоматерь и Иоанн Претеч, который молит за весь христианский род. И, соответственно, от этого центра, от этого ядра, вот здесь примерно на западной стене он располагается, прямо под узким оконным проемом келевидным, расходится вся эта композиция. В стороне левой, если мы с вами смотрим в таком ракурсе, располагается та часть, которая связана с раем. В стороне правой сюжеты, связанные с адом. И центр отведен под изображение престола Уготованного. Вот у нас здесь с вами престол. Вокруг него изображение Адама и Евы, первых людей, и змея с страданиями человеческими, который от пятки Адама спускается вниз и отходит в этой композиции в правую сторону. В Успенском соборе все фрески имеют такой очень усредненный традиционный подход. Вот это композиции, которые не удивят нас с вами какими-то оригинальными иконографическими решениями. Здесь повторяются те образы, которые были созданы еще вот в то самое почитаемое московское средневековье мастером Дионисием. Но все же некоторые детали, которые актуальны именно для контекста XVII века, мы с вами в Успенском соборе можем увидеть. Например, среди персонажей, которые изображены в сцене страшного суда, можно увидеть иностранца. Этот эпизод будет характерен для целой череды фресковых комплексов XVII века, и будут в них изображать и немцев, и голландцев, и арапов, которые одеты в восточные халаты. И вот как раз таких иноверцев голландского происхождения с белыми воротниками мы с вами здесь можем увидеть. Ну и еще целую серию героев в одеждах довольно экстравагантных, которые нам сразу с вами должны выделить в этой череде образов иностранца, чужого. Далее смотрим с вами на западную фреску, и с другой стороны мы с вами можем увидеть персонажей вполне каноничных для таких росписей. Это образы апостолов, которые находятся со стороны рая, и их лики, которые очень схожи с образами XV века, здесь перед нами предстают, схожи по манере изображения личного. Далее обращаемся с вами снова к сводам и начинаем читать композицию росписи Успенского собора сверху вниз. На сводах расположены сюжеты, связанные с двумя десятыми праздниками. В самых верхних ярусах и в люнетах, вот здесь, будут расположены сюжеты, связанные с жизнью Христа, описанные в Евангелии. На своде мы с вами здесь видим сцену преображения Христова. Вот перед нами эта композиция чуть крупнее. В центре изображен Христос, вокруг которого помещены изображения пророков, и учеников Спасителя, которые за ним следуют на Фаворскую гору. Мы тоже здесь видим, вот они вместе со Спасителем поднимаются. Вот цвет чудесный Фаворский, который осеняет фигуру Христа, и поэтому здесь такие традиционные белые, солнцветящиеся вот с этим божественным светом одежды, лучи фаворского света. Далее мы с вами видим повторение образа учеников и Христа, они спускаются с Фаворской горы. Ну а в самом центре помещены ученики, которые в ужасе пали ниц, заслонили одеждами и руками глаза свои от этого яркого, нестерпимого божественного света. Здесь перед нами Иоанн, Иаков и Петр. И если приглядеться к этим композициям, что когда мы находимся с вами в храме, практически невозможно эти росписи, находясь слишком высоко для того, чтобы видеть детали, но сейчас мы с вами можем приглядеться к ним благодаря съемке. И перед нами образ Иоанна, который, посмотрите, действительно в таком ужасе, в оцепенении изображен. Вот в такое состояние его поверг этот небесный божественный свет. И здесь нас с вами впечатляет, насколько пристально относится художник к эмоциям, к их передаче. Совершенно очевидно, что никто не мог бы разглядеть вот этот распахнутый глаз апостола Иоанна с пространства Успенского собора, стоя просто там на полу, просто глядя вверх. Но, тем не менее, художников это не останавливает, и фреска совершенно великолепна и по своему рисунку, по созданию оттенков вот этого красного цвета в одеждах апостола Иоанна. Далее смотрим с вами на еще один праздничный сюжет. Это воскрешение Лазаря. И здесь перед нами Христос с учениками, сам Лазарь. И в этой композиции на себя обращают внимание фигуры спасителя. Мы с вами здесь можем увидеть особый подход художников начала XVII века к изображению фигуры, к передаче самой стати. Мы здесь с вами можем увидеть, что фигуры довольно вытянутые, они представлены нам в легком движении, не слишком динамичном. Изображены так, чтобы все элементы одеяния, позы фигуры мы с вами хорошо могли прочитать. Ну и дальше от свода спускаемся с вами постепенно вниз. Вы видите люнет, который окружает оконный проем и, собственно, оформляет здесь фигуру закомара, фигуру свода. Вот, соответственно, это свод. И здесь другую форму композиции была бы невозможна. И перед нами предстают сюжеты, связанные с явлением Спасителя, которые описаны в Евангелии. Вот здесь мы с вами можем увидеть явление Христа самаритянки у колодца и их беседу. Вот чуть крупнее эта композиция. И прописано все, и отдельные элементы орнамента на вот этом колодце, который представляет собой такую многогранную призму. И кувшин, который самаритянка здесь в руках держит. Все эти детали, конечно, потрясающие, располагающиеся на такой невероятной высоте, но тем не менее подробнейше прописаны. Далее спускаемся с вами чуть-чуть еще вниз от люнета, следующий сверху ярус. И видим с вами, как Христос беседует с фарисеями. И спаситель, который представлен во время трапезы в доме фарисея. Следующий уровень росписей на стенах – это сюжет, связанный с Богородицей и ее родителями, святыми Акимом и Анной. Как нам рассказывает череда апокрифических Евангелий, Иоаким и Анна очень долго ждали рождения ребенка, и никакие молитвы и жертвоприношения в храм не помогали. Но вот здесь нам представлены радостные события – благовещение Анне и благовещение Иоакиму является ангел, который сообщает им о том, что у них родится дочь. Далее история Иоакима и Анны продолжается. Оба они, увидев эту весть Благою, увидев ангела перед собой, поспешили навстречу друг другу у золотых ворот. И Иоаким здесь перед нами представлен как раз в тот момент, когда со своим стадом, а он пастух, он как раз движется к встрече с Анной. И это один из верхних рядов росписей Успенского собора. Тем не менее, посмотрите, сколько нежности и внимания здесь художник отдает в передачу облика этих животных, этого стада Иоакима и пастухов, которые идут за ним. Вот этих валов, которых мы с вами здесь видим на первом плане, или, например, вот этих совершенно чудесных, очень тонко написанных буквально просто отдельными оттенками белого и графическими линиями овец, которых пастухи, которые изображены в верхнем ярусе этой брестовой композиции. Ну и далее чудесное событие Рождество Покородицы, которое занимает сразу несколько таких компартиментов, несколько ячеек, потому что сюжет этот традиционно и в восточной христианской, даже в западной христианской иконографии был наполнен разнообразными деталями. Мы с вами здесь видим возлежащую фигуру Анны и служанок, которые занимаются омовением младенца, новорожденной Девы Марии. И этот сюжет традиционно изобиловал разнообразными деталями. И элементы мебели, и элементы драгоценной утвари, которые были представлены на фресках, они показывали нам, насколько богат был мир XVII века, и насколько с интересом к нему относились художники. И такие, казалось бы, скромные детали, тем не менее, в итоге довольно обильно населяют фрески. Мы с вами видели и иностранцев в сцене Страшного Суда, и изображение животного довольно подробно. Ну вот теперь перед нами предметы драгоценной серебряной позолоченной утвари в сцене Рождества Богородицы. Ну и основная часть росписи на стенах Успенского собора посвящена сюжетам, связанным с Богоматерью. Это тот акафист, о котором мы с вами уже говорили, глядя на фрески Новодевичьего монастыря. И первая сцена, которую вы здесь можете увидеть, да, вот она. Это та же самая иллюстрация защиты Константинополя и спасения этого города благодаря омовению Ризы Богоматери в водах окружающих стены Града Константинополя. Ну и дальше сюжеты акафиста, гимна прославляющего Богоматерь, мы с вами можем на стенах увидеть. Это и прославление Богоматери как защитницы, и прославление ее как девы, которая воплощает в себе небесные силы и которая принесла в этот мир спасителя. Все это вот в таких отдельных ячейках композиционных на целом фризе фресковом, который окружает весь храм, проходит через северную, западную и южную стены, представлено очень подробно. Те композиции, которые были показаны как образец в Успенском соборе Московского Кремля, затем повторяются и в меньших по масштабу и меньших по значению кремлевских храмах, и постепенно распространяются по соборам в провинции, например, в Ярославле или, например, в Вологде в ее окрестностях. Здесь перед вами домовый небольшой храм Московского Кремля. Это церковь-рисположение, которая принадлежала к подворью митрополитчему, позже к патриаршему. И точно так же, как и в Успенском соборе Московского Кремля, здесь повторяются сюжеты, связанные с Богоматерью. То есть это такой фресковый ансамбль Успенского собора в миниатюре, потому что здесь тоже можно увидеть сюжеты Акафиста на стенах, можно увидеть изображение святых, как столпов в церкви на опорах, поддерживающих своды. Спас Вседержитель здесь располагается в скуфье единственного купола. И мы с вами аналогичное изображение по своей иконографии в Успенском соборе уже видели. Ну и так как это все-таки храм на царском дворе, то можно здесь увидеть и изображение святых покровителей царского дома. В частности, вот здесь перед вами медальон с изображением Михаила Малиина, который был покровителем царя Михаила Федоровича Романова. В Успенском соборе, в церкви Рисположения художники опираются на принцип создания композиции, который исследователи зачастую называют принципом иконным, потому что каждый сюжет, даже если это один цикл, отделен вот в такую особенную ячейку и ограничен, отделен от всех остальных эпизодов этой череды событий. Таким образом, мы с вами действительно предстаем перед стеной храма, как будто бы мы находимся перед иконостасом, где каждая икона представляет собой отдельный сюжет, отдельную композицию, и точно такое же разделение как бы продолжается и во фресковом ансамбле. Это будет характерно для столичной школы, для работы изографов оружейной палаты. Объясняется это в первую очередь, конечно же, необходимостью какой-то вполне функциональной, потому что Успенский собор – это храм, в котором негоже вглядываться в подробности сюжета. Там, как только вы входите в пространство, вы сразу должны сориентироваться в росписях, и вот как раз такое иконное начало в их создании, такой иконный принцип, и помогает вам сразу отделить один фрес от другого, одну композицию от другой. Росписи Успенского собора оказывают действительно колоссальнейшее влияние на фресковую живопись первой половины XVII века, и вот как пример такого подражания, повторения Успенского храма мы с вами здесь видим Успенский собор Княгинина монастыря в городе Владимире, в котором росписи создаются в 1647-48 годах. И здесь такой же принцип работы, как и в Успенском соборе Московского Кремля, это воссоздание старинного ансамбля, то есть тоже старинные росписи сбиваются предварительно, будучи переведены на бумагу, и воспроизводятся в новой стилистике, характерной для этого периода. Здесь также будут присутствовать изображения святых тезоименных царской фамилии, изображения Троицы, изображения сюжетов, связанных с Акафистом Богородицы, и вот еще целую серию подобных Успенскому собору Княгинина монастыря храмов можно в начале XVII века насчитать. Но Москва в этот период – это не только столичная школа, это не только живопись и оружейные палаты. Существовала совершенно особая традиция, которая тоже в этот период развивается, но с царским заказом никак не связана. Это посадские мастера и росписи посадских храмов, среди которых в первой половине XVII века построенный, расписанный в 1653 году, это, конечно, храм Троицы в Никитниках, которую мы с вами сейчас видим. Это домовая церковь, которая принадлежала Григорию Никитникову, гостиному сотнику из Ярославля. Храм, который здесь перед нами, построен в традициях русского узороча XVII века. И как это часто и случалось с постройками по частному заказу этого времени, он включает в себя массу отдельных элементов. И колокольню, и элементы галерей, крыльца, отдельные пределы, и основное пространство храма. Работать над росписями в этом соборе будут мастера из Костромы. Это мастер Василий Ильин из старшего поколения художников и совсем молодой художник Гурий Никитин, который впоследствии станет такой главной звездой фресковой живописи второй половины XVII века. Это, пожалуй, один из самых знаменитых художников этого времени, ну и уж точно самый знаменитый художник, создававший фрески в XVII веке. Помимо этих двух важных имен, потому что мы их можем проследить еще по целой серии заказов и документов, здесь работает еще целая череда мастеров из Костромы и Ярославля, которые вместе создают удивительный по своей красоте ансамбль. Храм в Троице в Никитниках построен необычным образом. Это храм бестолбный, который имеет только одну световую главу. То есть мы с вами видели на предыдущем слайде, что куполов-то пять над основным пространством храма, но в внутреннем пространстве, как световая, то есть как выходящая с световыми проемами, с барабаном видна только одна центральная глава, остальные просто поставлены над сводами. Поэтому мы с вами здесь видим вот такую систему сомкнутого свода с единственной в центре прорезью для барабана главной главы купола. И кроме того, внутри нету никаких столков, которые бы делили пространство этой церкви. Таким образом, создается очень слитный архитектурный ансамбль. Вы, когда оказываетесь внутри этого храма, он действительно как будто он вас обнимает, как будто он вас обтекает. Вы не должны в этом храме внутри ходить, как в таком немножко своеобразном лабиринте. Вы не чувствуете разницы между затененными узкими боковыми нафами и центральным пространством. И чем, соответственно, меньше преград у вас внутри, тем меньше у вас преград для обзора, тем целостнее вы воспринимаете комплекс росписей внутри этого храма. И это было очень важно для художников, которые здесь внутри работали. В XVII веке говорили, что храм Троица в Никитниках построен палатным образом. То есть он как будто напоминает скорее какие-то дворцовые светские постройки, а не постройки храмовые. И в росписях вот эта сопряженность сюжетов между собой, их соединенность, так как нет никаких преград для их обзора, она тоже отражена. Он действительно гораздо более насыщенный композициями. Они здесь даны более динамично. И меньше вот этих разделяющих их элементов здесь как раз такая скорее повествовательная, чем иконная манера доминирует. На сводах вот этих сонгнутых представлены сюжеты «Воскресение», «Сошествие Святого Духа на апостолов» и «Распятие». И далее на... Вот мы с вами чуть-чуть получше, наверное, здесь видны эти сюжеты видимых. И далее, если мы с вами опустимся взглядом вниз, то на стенах перед нами предстанут три главные сюжетные цикла. Это земные и посмертные чудеса Спасителя и деяния апостолов. Они, соответственно, вот такими непрерывными фризами, вот такими полосами обтекают храм и опоясывают его, как будто мы с вами здесь видим, что действительно каких-то разделительных между ними элементов архитектурных или просто каких-то графических, созданных нарочитых художникам практически нет. В храме Троицы в Никитниках в качестве образца были взяты не только существовавшие уже росписи московских соборов, но еще и гравюры, которые стали очень популярны в XVII веке на Руси благодаря распространению так называемой Библии Пискатора. Это сборник гравюр, созданных по рисункам разных художников, в основном нидерландского происхождения, на сюжеты из Ветхого и Нового Завета. И это сочинение как такой образец лицевой, то есть как способ, который как образец, который показывает, как можно изобразить тот или иной сюжет, начинает тиражироваться. И сюжеты, которые мы видим здесь на гравюрах, вот, например, одна из них перед вами, еще один сюжет, связанный с апостолом Петром, они отдельными элементами или целиком переносятся в ансамбле икон и фресок на Руси в XVII веке. Конечно, не во всей своей подробности художники редко на Руси отдаются с таким увлечением передачи перспективы, как это характерно для гравюр Библии Пискатора, но, тем не менее, отдельные соотношения фигур, их расположение, предметы, которые их окружают, детали архитектурного фона зачастую повторяются. И благодаря вот этим европейским образцам русская иконопись, во-первых, постепенно приближает русскую живописную традицию к западноевропейской, во-вторых, знакомит заказчиков, в том числе, с разнообразными вариантами изображения евангельских сцен. Ну, вот здесь перед нами таинство причастия, которое изображено на сводах и стенах предела Никиты Мученика в этом храме. Этот предел был создан в память об основателе семьи. И далее, если мы с вами посмотрим на фрески в основном пространстве храма, то увидим изображение соименных ктиторам и заказчикам этой церкви святых, и увидим, собственно, само их изображение. Вот тоже такая деталь какого-то светского начала, которое проникает в фресковые росписи, изображение не только святых, но и персонажей из мира земного. В фресках XVII века можно увидеть и такие обобщенные образы русских царей, которые заказывали эти росписи, например, на фресках из Калязина. Можно увидеть изображение русских князей, например, в Архангельском соборе. И вот заказчики этой посадской церкви, Троицы, тоже позволяют себе заказать собственное изображение. Сюжеты, которые здесь перед нами представлены, это «Деяния апостолов» и «Чудо Троицы». И также важную роль в изображении занимает сюжет апокалипсиса. И это связано, с одной стороны, с распространением апокалиптического цикла в жилописи русской XVI века, а с другой стороны, с довольно таким сложным восприятием той ситуации, во период которой создаются эти фрески. Мы с вами говорим о середине XVII века, времени, которое было ознаменовано целой серией городских восстаний, моровых поветрий, одно из которых унесло жизни двух птиторов, двух заказчиков этих фресок, Бориса и Григория Никитниковых, и от которого погибли в том числе и некоторые художники, которые участвовали в создании этих росписей. Это время правления царя Алексея Михайловича, который получил прозвище Тишайшего, но эпоха его правления, в общем, Тишайший далеко не может быть названа. Это период бунтов, это время сложнейшей церковной реформы, которую Алексей Михайлович проводит вместе с патриархом Никоном в 1653-60-м годах. И вся сложность этого периода находит отражение в том числе и во фресках. Такой хрестоматийный комплекс живописи этого периода, второй половины XVII века, это Архангельский собор Московского Кремля. В нем, так же, как и в Успенском храме кремлевском, фрески тоже не заново создаются, а тоже поновляются по тому же самому принципу. Сначала прописываются, копируются, потом сбиваются предыдущие слои живописи, потом наносится новое живописное оформление. И начинается создание этих работ в 1652 году, однако затягивается из-за войны с Польшей, из-за того, что художников оружейной палаты постоянно перехватывают и привлекают на другие более важные работы, например, создание чертежей военных или знамен. И в итоге росписи здесь будут завершены только в 1667 году. Руководят работами Яков, Казанец и Степан из Рязани, получившие прозвище Рязанца, и огромный артель художников, в которой будут также и имена знаменитых мастеров второй половины 17 века, Симона Ушакова и Фёдора Зубова. Они будут работать уже на последнем этапе росписи храма. Мы с вами оказываемся внутри Архангельского собора и смотрим на нижний ярус росписи. Он посвящен изображению русских князей. Это так называемые воображенные подобия князей, как о них говорили, надгробные портреты, потому что они действительно располагаются вдоль захоронений княжеских. Архангельский собор – это княжеский храм, княжеская усыпальница. И вот кинотафы, пустые надгробия, которые над захоронениями подпольными здесь возвышаются, они совпадают с образами князей на стене, изображенную в этом нижнем ярусе. Вот, например, здесь перед нами образ князя Ивана Калепи. Далее движемся с вами, обращаемся к западной стене. Как вы помните, в Успенском соборе Московского Кремля был помещен сюжет страшного суда, и он занимал всю стену. Здесь тоже представлен страшный суд в Архангельском соборе, но эта композиция включена в комплекс символа веры, такой догматической композиции, которая, в отличие от большей части фресок, иллюстрирует нам не сюжеты такие повествовательные, она нам иллюстрирует одну из главных молитв православных, и ее здесь появление связано с тем, что когда передыдущий комплекс фресок создавался, шли очень активные споры богословские, и вот как раз эти дискуссии теологические здесь отражены в качестве закрепления вот этой главной символической молитвы в визуальном комплексе храма. Далее спускаемся с вами постепенно вниз. Это над изображением страшного суда у нас с вами сцены, которая как раз относится к символу веры Адама и Евы. Сюжет, который связан с троицей, и в главном куполе Архангельского собора перед нами предстает композиция Отечества. Помните, уже смотрели с вами на нее в ансамбле кутуновских росписей. Здесь чуть лучше видна эта сцена. Перед нами бог Саваоф, на лоне которого изображен Христос Эммануил и Святой Дух. Тоже во знаменовании вот таких дискуссий о троице, которые здесь закреплены в главном куполе о знаменовании того, что троица может быть изображена и должна быть изображена именно вот в такой композиции. Далее на столпах помещены изображения святых мучеников и воинов, а на стенах представлены чудесные явления Архангела Михаила. И самое из них знаменитое – это чудо Архангела Михаила в хонах. В хонах в переводе значит расщелина или впадина. И здесь перед нами представлена та впадина, которую чудесно Архангел Михаил своим посохом пробил, и куда были направлены два горные потока, которые по замыслу язычников должны были снести небольшой вот этот храм и его прислужника, который верой и правдой служил в памяти Архангела Михаила, проводил здесь богослужения. И вот храм его попытались уничтожить, но Архангел Михаил этого этой несправедливости не допустил. И еще одна композиция, которая в Архангельском соборе появляется, а потом в целой серии храмов XVII века будет повторяться. Это чудо об отроке и злате, которое представлено на одной из стен Архангельского собора. О чем здесь ведется рассказ? Мы с вами видим здесь вот такое судно, на котором плывут монахи, и видно, что кого-то эти монахи как будто сбрасывают за борт. История эта повествует о молодом человеке, который, обнаружив клад, обнаружив золото, отправился в близлежащий монастырь и сказал, что он просит помочь ему это золото выкопать, а в благодарность он поделится им с обителью, с монастырем. Действительно, на золото он указал, оно было монахами вырыто, а затем, когда монахи переправлялись обратно в свой монастырь с золотом и с этим отроком, они приняли решение от отрока избавиться, а золото себе присвоить. И выкинули его за борт. Вернулись в монастырь и сказали настоятелю, что молодой человек их обманул. Никакого золота он им на самом деле не показал, они просто зря сплавали, а сам над них сбежал от стыда. И тут настоятель открывает врата алтарные, и оттуда выходит этот чудесным образом спасенный отрок. Обман монахов вскрывается, и торжествует справедливость. Здесь, в этом чуде, принимает участие архангел Михаил. Впоследствии мы с вами увидим, что зачастую участникам этого чуда изображали еще, например, святого Николая. Странный, правда, сюжет для христианского храма, который обличает монахов. Появление этого сюжета связано с периодом борьбы в Сербии в XIV веке с засильем греческих монахов. И там это было обусловлено вполне актуальной исторической ситуацией, а в России этот сюжет помещался на стенах храмов в напоминании о распорях нестяжателей и осифлян, когда шли дискуссии по поводу того, что должны ли монастыри иметь собственность, насколько масштабной эта собственность должна быть, какие территории должны монастырям принадлежать. И эти дискуссии еще XVI века в XVII веке обостряются еще развитием посадской части городов, в которой процветает купеческое сословие предпринимателя, и они очень страдают от того, что огромные земли принадлежат монастырям. И часто именно в храмах, заказанных купцами, этот сюжет о юноше и злате повторяется именно в напоминании о том, что монастыри, которые пригребают к себе и золото, и земли, не всегда поступают праведно. Вот мы с вами здесь видим как раз напоминание об этом. Ну и последняя сцена этого сюжета, монахи, которых настоятель пристыжает, и их обман раскрывается перед ними. Традиции, которые были заложены в живописи Архангельского собора, находят свое развитие в росписях Костромы, Ярославля и других городов Поволжья. И мы с вами перемещаемся в Ярославль, город, где основными заказчиками будут торговцы и предприниматели. По их указу создаваться порой небольшие, оборудованные масштабные храмовые комплексы. И расписывать их будут чаще всего сборные артели из Костромы и из Ярославля. При том, что на самом деле можно выделить какие-то особенные элементы, свойственные Костромской живописи, Ярославской. Все же, при том, что мы чаще всего имеем дело с такими слитными, соединенными артелями, мы можем говорить с вами именно о школе Поволжской живописи. И перед нами храм Николы Надеина в Ярославле, который расписывается в 1640-42 годах. Об этом нам говорит вот такая подробная летопись, которая помещена на одном из столпов храма. И посмотрите, вот она, казалось бы, совсем небольшая, но сколько имен мастеров в ней поименованы. Здесь сказано о том, что во главе живописной артели стоял Любим Агеев. Далее перечислены, собственно, все те мастера, которые работали. Это были мастера из Костромы, из Москвы, Ярославля и Нижнего Новгорода. Помимо Любима Агеева еще один художник, который здесь принимал активное участие, это Василий Ильин, такой очень, в чем-то такой очень сентиментальный живописец, который знаменит, был удивительно тонким изображением разнообразных бытовых подробностей, тончайшей передачей мира живого и растительного, который окружает героев евангельских сцен, представленных на стенах. Ну и смотрим с вами на росписи этого храма. Здесь мы с вами оказываемся в пространстве небольшого благовещенского предела и видим с вами целую серию композиций, которые посвящены сюжетам богородичным. Вот такие сцены с Богоматерью, с оплакивающими ее апостолами. Все это школа вот этой новой традиции посадских городов. Здесь гораздо больше будет динамики в движении, гораздо больше эмоций в лицах персонажей и гораздо больше какой-то слитности и соединенности в разнообразных сюжетах. Вот мы с вами оказываемся в основном пространстве храма и смотрим на подкупольное пространство. На сводах, на столпах можно увидеть изображения святых, которые являлись покровителями заказчиков. Здесь в первую очередь это святой Епифаний, который был покровителем Епифания Андреевича Святешникова по прозвищу Надей, которому, собственно, принадлежала инициатива строительства этого собора, и его сына Сибиона, поэтому Симеон Столпин здесь тоже изображен. Частые герои в таких частных заказах храмов это Пётр и Февронья, которые должны были напоминать о крепости и счастье брака заказчика. Ну и, наконец, среди композиций, которые мы здесь с вами видим, присутствует и та самая композиция об отроке и злате, которого спасают Михаил и Николай, Архангел Михаил и святитель Николай. И здесь они помещены как раз в напоминании о том, что жители Ярославля и жители Посада одержали победу над могущественным Спасским монастырем Ярославля, и часть земель, которая была за этим монастырем, закреплена в 40-е годы XVII века, окончательно отошла во владение посадских людей, и вот отчасти в ознаменовании такой победы над монастырской церковной властью сюжеты здесь помещены на стенах. Ну вот видим мы с вами, насколько подробно прописаны эти композиции, насколько они тесно соединены между собой, и, конечно, бросается нам здесь в глаза колорит. Мастера Ярославля, Костромы будут отличаться любовью к ярким лазурным фонам, которые сразу буквально хлынут вам в глаза, как только вы войдете в пространство такого храма, и яркими контрастными пятнами, которые здесь сделаны охрой, белым, и выделяют одеяние святых. Среди изображений, которые помещены в этом храме, на галерее можно увидеть фреску с изображением ослепления короля Стефана, его царственной матерью, и затем излечения святым Николаем. И эта фреска очень необычная, потому что она напоминает о деспотизме власти, и таким образом наводит нас на мысли о каком-то конфликте, который существовал между Епифанием Андреевичем, Святешниковым, Надеем, и властью царской. И действительно мы знаем, что заказчик росписи этого храма довольно трагично закончил свои дни. Как нам сказано в документах, закончил он их в страшных пытках. Почему, не уточняется, но явно совершенно какой-то конфликт между властью этим посадским ярославским банкиром произошел в конце его жизни. Самый знаменитый ярославский храм это храм Ильи Пророка, расписанный силой Савиным и Гурием Никитином в 1681 году. Храм великолепный, который соединяет вокруг себя ансамбль большой городской площади и, в общем, по своим масштабам ничем не уступает постройкам столичным. Церковь эта строится к 1650 году и соответствует традициям такого посадской архитектуры. В купеческих храмах были задействованы все пространства. Это были и небольшие пространства частных молелин, которые располагались в качестве таких отдельных пределов под колокольнями или рядом с ними имели отдельный вход. Это вот такие галереи, в которых легко можно себе представить, как торговцы в XVII веке перед службой или после нее встречались и разговаривали на какие-то темы, скорее всего, довольно отвлеченные от литургии и богословия и обсуждали какие-то свои мирские дела. А в довольно высоких подклетах, которые держали на себе ансамбль этого храма, располагались зачастую склады, где хранились те товары, которыми были богаты торговцы, заказывавшие такие комплексы. Здесь мы с вами сталкиваемся с живописью Гурия Никитина, мастера, о котором я уже упоминала, и который был костромского происхождения, но начал свой путь творческий еще в Москве и служил в оружейной палате, и всевозможные хвалебные ему отзывы писал в том числе и знаменитый иконописец Симон Ушаков. Гурий Никитин происходил из семьи суконного торговца. Его отец держал суконную лавку в костроме, что довольно необычно, потому что чаще всего живописцы, иконописцы русские это все-таки мастера потомственные, как, например, с семьей Савиных это было. Здесь же явно совершенно был какой-то удивительный талант у Гурия, который был замечен, и именно благодаря его такой выдающейся склонности к живописи он нашел себе место среди царских изографов и живописцев XVII века. Знаем, что был у него брат Лука, и подробности жизни этого брата, его бракосочетания, того, как они жили, тоже нам по документам известны. Гурия Никитин, как нам рассказывают документы, никогда не женился и целиком посвятил себя живописи и практически вел образ жизни такой монашеский. Ну вот перед нами росписи этого храма. Посмотрите, насколько они яркие, насколько великолепные прорисовки фигур, ликов, вытянутые силуэты, подробнейше прописанные детали личного и отдельных элементов архитектуры, которая окружает героев в этих сценах, каких-нибудь повозок, в которых они передвигаются. Храм Ильи посвящен Ильи пророку и его ученику, и здесь рассказана чудесная совершенно история, потому что пророк Илья был взят живым на небо, вознесся туда на окнанные колесницы, и все эти сюжеты в чем-то довольно чудесные и небывалые, очень неземные, здесь прописаны подробнейшим образом. Ну а рядом с ними мы можем увидеть сцены, которые позаимствованы из вполне бытовых каких-то аспектов жизни 17 века. Вот, например, здесь перед нами сцена жатвы, которая, пожалуй, одна из самых знаменитых во всей жизни церковной стенописи 17 века, и она действительно занимает очень внушительный фрагмент стены, и то, что этой, в общем, сопутствующей, основному сюжету композиции отведено такое место, то, что светский сюжет, бытовой, настолько активно вторгается в пространство церковной стенописи, нам показывает, что мы с вами все-таки находимся уже в совершенно новой эпохе, и 17 век это период, в который, если не об обмерщении, то об интересе к светскому компоненту в живописи церковной, которая была основным видом живописи, вполне справедливо можно говорить. Ну и последний комплекс, о котором мы с вами поговорим сейчас, выйдя из храма пророка Ильи и отвлекаясь от сцен с его жизнью и жизнью его ученика Елисея, это Ипатийский монастырь и Троицкий храм Ипатийского монастыря. Мы с вами, с одной стороны, подбираемся к последней четверти 17 века, и в 1685 году будет расписываться этот храм, а с другой стороны смотрим с вами на тот комплекс, который такой путевой нитью проходит через всю историю 17 века и соединяет все те эпизоды, исторические события, которые мы с вами сегодня вспоминали. Потому что с Ипатийским монастырем связана история дома Годуновых, и они делали сюда богатые вклады, и иконы, и священные врата, и важнейшие литургические приборы дарились семьёй Годуновых в Ипатийский монастырь, и утварь оттуда нам до сих пор прекрасно известна. Далее, с наступлением смутного времени в Ипатийском монастыре тоже наступает такой очень тёмный период, и монастырь будет оккупирован отрядами самозванца Лжедмитрия I, затем будет освобождён отрядами ополчения и будет дополнительно укреплён, будет использоваться, будет действовать как такая настоящая военная крепость, потому что вокруг монастырских стен здесь на некоторое время появится настоящий военный ров. После того, как монастырь будет освобождён от армии самозванца, он снова станет аренной важнейших исторических событий в 1613 году, когда сюда представителя Земского собора, посольства из Московского Кремля прибудет звать царя Михаила Фёдоровича на царство, и отсюда он, собственно, отправится в Москву. Так что перед нами один из важнейших монастырей XVII века, в котором создаётся новый ансамбль росписей с участием также Гурия Никитина в 1685 году. Храм Троицкий более чем внушительен по своему размеру. Мы с вами сначала оказываемся в галереях и смотрим на сюжеты апокалиптические, которые часто в этой части храма помещались в назидание прихожанам. Если обычно сцены страшного суда занимали западную стену, в том числе и для того, чтобы напоминать выходящим из храма о справедливом воздаянии в конце истории человеческой жизни и после смерти, то сцены апокалипсиса тоже должны были наводить на такие глобальные размышления тех, кто из храма выходил или только готовился войти в церковное пространство. Ну вот, проходим мы с вами через такой келевидный портал, украшенный изображениями ангелов по сторонам и оказываемся в основном пространстве. Здесь росписи по своей подробности, пожалуй, являются венцом творения русских живописцев XVII века. И все композиции, с которыми мы с вами уже были знакомы, и композиции Отечества, и евангельских праздников, и, конечно же, подробнейший цикл, связанный с творением этого мира, который включал сюжет Троица и все остальные, соответственно, изображения в храме в такой общий библейский контекст, здесь можно увидеть. На столпах помещены изображения святых, которые соименны государем из династии Романовых и должны им покровительствовать. И если мы с вами к этим изображениям приглядимся, то в подробности, с которой прописаны одежды. В том новом светлом письме ликов, который здесь применен и позволяет воспроизводить объем лика, в отличие от живописи раннего, средневековья, которая скорее плоскостная, мы заметим влияние живописи порсунной, живописи портретной, которая зарождается в рамках иконного письма в XVII веке, в оружейной палате, при царском дворе. И это такая совершенно удивительная, интереснейшая традиция истории русской живописи, которой будет посвящена наша следующая лекция. Ну а на сегодня я свой рассказ завершаю. Спасибо большое. Всего доброго.